С того момента, как в парке сделали ремонт, положили дорожки, поставили свет, теперь там спокойно, нормально пройти невозможно. Куча людей. Ну, это, наверное, и хорошо, но меня это напрягает. Красота! А я иду на борщик купить всякие ингредиенты. Вот это погодка! Капец! Сегодня 5 градусов, сильный ветер, очень холодно. Что у меня там? Наверное, все потекло нафиг. Ужас, руки замерзли, надо было шапку надевать. В больнице это ад! Я обходила комиссию, ну что мне-то... Вернее, обхожу ее. Завтра кровь и моча. Привет! Я думаю, никому это не интересно. В общем, мне дали направление в ту больницу, которую я хотела. Теперь нужно обойти всех врачей, которых мне нужно обойти. МРТ сделать. Господи! То слезы, то сопли. В общем, вот такие вот дела. Мне все не имется в такую погоду. Шла за баночкой для анализа. Ну, все сделала. Баночку не купила. Иду назад. Я уже задолбалась туда-сюда бегать. Как раненая, блин. Победила я все-таки дыру в башке. Бегу домой пить вкусный, теплый чай. Есть вкусные конфеты. Сегодня стала самую срань. Короче, не выспалась. Капец просто. Сходила уже в больницу. Сдала анализы. Иду домой. Нужно подкрепиться после сдачи крови. Сегодня, благо, не так холодно, что ли. Но ветра нет. И поэтому на улице хорошо. Я сегодня встала тоже рано. Ну, относительно рано. Приехала на МРТ в клинику. Медэксперт называется она. Она находится хрен знает где, пока я сюда добралась, доехала. Я думала, у них в каждой клинике, в каждом филиале, который находится по городу, в разных районах, по разным адресам. Я думала, у всех есть МРТ. Оказалось, что МРТ есть только на Лизюково. Кстати, где-то здесь этот памятник должен быть. Мы на него с вами сходим чуть позже. Я хочу сказать, что для меня МРТ было пыткой. Потому что я боюсь замкнутых пространств. И боюсь я их не просто так вот по прихоти, а именно боюсь. Короче, я когда залезла на этот аппарат, я просто в шоке была. Я, в общем, волноваться так начала. У меня обычно от волнения. От большого стресса начинается прилив адреналина, выброс адреналина, там эндорфина или чего. Короче, у меня начинает моя вегетососудистая дистония проявляться. А это из-за нервов тряска. Это, знаете, клаустрофобия может развиться. В общем, ничего хорошего. Да, это занимает 15 минут всего лишь. Но я еле дотерпела. Временами я вообще забывала, что я где-то нахожусь в замкнутом пространстве. А временами просто у меня захлёстывало вот это вот волнение. И я еле-еле как-то себя успокаивала. В общем, короче, МРТ для меня оказалась той ещё пыткой. Ну, ничего страшного, как бы. Хочешь быть здоровеньким, умей как-то бороться со своими страхами. Наверное, так, да? Давайте посмотрим с вами на карте, где здесь памятник коту Лизюкову. Или как он там называется? Так, я нашла. Это остановку. Нет, это две остановки от меня. Да что? Ну, пойдёмте. Я сама там вот ни разу не была. Но мы с вами сегодня сходим, посетим. Так как мне ещё ответ ждать час. Блин, надо сходить в туалет. А туалет у нас только в Макдональдсе рядом. И сходим в памятник. Вот он, красавец. Прямо рядом с Макдональдс. Напротив клиники. Всё, забрала. Вот так вот мы ходим мимо людей. Даже просто не можем подозревать. И не можем знать, что у них в душе. Что с ними сейчас происходит. А может, у них жопа какая-то. Я держусь вообще из последних сил. Взяла бумажку. Читаем возле клиники. На остановке. И решила почитать. Я переписывалась с сестрой. И, в общем, она меня спросила, что всё-таки сказали. Как бы заключение само они не говорят. Они пишут его. И, в общем-то, оставляют на диске. В итоге написано, что у меня всё окей. Понимаете? А я еле-еле сейчас ехала в транспорте. Как? Просто как? И я сейчас вообще еле-еле сдерживаюсь. Чтобы не заорать, не заныть. Я не знаю. Не убить кого-нибудь. Боже, как? Как это всё тупо? Как это меня всё достало? Честно. Вот просто. Так что я хожу по парку гуляю. Умиротворяюсь. Сливаюсь. Потому что иначе я не знаю, что. Господи. Да, я сумбурно рассказала о том, что у меня по поводу больницы. Если кому интересно, то мне дали направление всё-таки с боем. Потому что невролог. И, наверное, самой лечиться надо. Я не знаю. Вот я одна работаю. Сидела, кряхтела, пока я там выписывала мне всё. В общем, знаете, вот эта вот игра. Как мне сложно. Как мне плохо. В общем, я пришла с больным позвоночником, копчиком, который у меня болит постоянно. Не жалуюсь ни на что, в общем-то. А врач сидит, кряхтит там, пыхтит. В общем. Я не просто наговариваю. Потому что я ей жалобы свои рассказала. Она мне, что вы от меня хотите? Я говорю, я вообще хотела направление добиться в такую-то, такую-то больницу. Я была у хирурга, у травматолога, у терапевта была, на физиотерапии уже была. В общем, и таблетки попробовала. Я ей говорю, я уже практически всё перепробовала. Тем более, что мне уже сказали, нужно делать операцию. Я хочу сделать её, но я не хочу делать в ЦГБ, потому что там плохие отзывы. На что мне врач отвечает, а при чём здесь отзывы? Я говорю, ну как при чём? Говорю, я не хочу своим здоровьем рисковать. Она, вы знаете, что нас заставляют раз в день или там раз в неделю писать отзывы на разные больницы? Я говорю, я не читала в интернете, говорю, на каком-то сайте. Говорю, мне живые люди, мало того, что, говорю, рассказывали. Ещё говорю, у нас со знакомой случилось. Она сломала руку и ей сделали хреново гипс. Руку нужно было выправлять, вправлять или как это называется, неважно. Ей ничего не сделали, ей просто на сломанную кривую руку положили гипс. И так бы оно срослось, если бы она не пошла в другую больницу, потому что у неё все эти дни были сильные боли. И она просто вот чудом решила как бы сделать рентген, провериться. И потом ей сказали, что у вас там просто всё кривое, всё вот так вот в разные стороны смотрит, как бы нужно вправлять. Поэтому я там не хочу делать операцию и хочу делать в другом месте. Говорю, там знакомые есть, которые хорошо отзываются об этом месте. Вот эти недовольные взгляды, типа, тупая вот эта, знаете, вот из этой оперы. Вот какое отношение? Я к тебе домой пришла, тут навязываю своё мнение или что? Или я себе диагноз уже поставила? Я сказала то, что мне сказали врачи, что нужна операция. И я хочу её делать там, где я хочу. Правильно? Правильно. Так какого хрена себя так вести? Просто, понимаете, вот сам факт того, что бедная овечка, и ей ничего не выскажи, потому что она, блин, работает одна, и она тебя выгонит просто из кабинета, и ты, ну, ничего не добьёшься, понимаете? Вот ничего не добьёшься. И, соответственно, сидишь, сопишь в две дырки, молчишь, и хочешь просто уже, ну, давайте, вот, ну, поскорее мне дайте эту бумажку, и чтобы я вашу рожу просто не видела больше. Потому что такое отношение, это не работай просто. Вот у меня такое вот мнение. Дала мне направление, причём пока она его выписывала, задавала мне вопросы. Ну, как бы это из нормальной практики, я ничего не говорю. А с чего вы взяли, что у вас проблемы с копчиком? Я говорю, девушка, ну, он у меня болит уже три месяца, а может, говорю, и больше. Как бы я снимок делала, я ей снимок показала, принесла, и в итоге она мне такая, а где у вас болит? Вы вообще знаете, где находится копчик? Я говорю, да! Встала прям ей пальцем, ткнула в свой зад, можно сказать. Вот здесь, блядь, у меня болит! Такой тупизм, я не могу просто. Я говорю, травматолог и анально проверял, и пытался мне его выправить, копчик. Но никак, ну никак, понимаете? Вот сказали операцию, и всё. Ну, а что вы не остались у травматолога? Там, в этой больнице делать? Я говорю, плохие отзывы. Она вот, знаете, вот тупой, ещё тупее называется. Я просто, говорит, не хочу выписывать туда направление вам в больницу. Ну, не так она сказала, а именно, говорит, я вам выпишу туда направление в эту больницу, а окажется, что у вас, типа, ну ничего нет, вам не нужна операция, и с меня будут потом все врачи там смеяться. Я говорю, это одна большая трагедия, из-за которой вы не хотите, да, мне выписывать. Так что я сдала уже все анализы, сделала всё, что мне нужно, и сделала МРТ, которое ни хрена не показало. И это печаль. У меня болит, мне хреново. Я с МРТ еле доехала домой, но на МРТ мне только написали, что образование грыжи, нужно быть аккуратными. Но грыжа не в области копчика, а выше. В общем, ладно, это так, кому было интересно. Я вообще хочу отдельное видео снять по поводу врачей. Пусть банят, пусть что хотят делают, честно, мне насрать. Всем не нравится это слово, а я его буду говорить. Насрать, потому что меня это задолбало. Такое отношение скотское, блин, извините меня, я не к вам домой прихожу, с ноги дверь открываю и требую чего-то. Я не просто прохожий с улицы какой-то. Я пациент. Не нужно входить в положение каждого. Блин, вы лечите просто. Кстати, меня спрашивали по поводу того, что же все-таки произошло с лекцией, на которую меня звали. Не лекция, а блогером в школе блогеров. Блогером в школе блогеров. Короче, быть спикером, наверное, в школе блогеров, который будет обучать их. В общем, мне предложили в конечном итоге быть учителем на весь период, сколько там, 2-3 месяца обучения будет в школе блогеров. Я должна была найти информацию на тему продвижения блогинга в соцсетях. Я нашла кучу информации. Я уже написала заготовки в блокнот. Короче, у меня, понимаете, я так вдохновилась, у меня просто вот струя и поток вообще моего сознания. Что-то произошло, что-то стрельнуло, и, в общем, я начала работать над этим. Я много чего читала, искала, кучу информации нашла, кучу даже для себя нового нашла. Я в итоге отказалась. Это было как раз до того, как у меня случилось вот это вот с пальцем и со спиной. Я как чувствовала? Я, во-первых, понимала, что если мне в этот период, пока я буду там обучать, нужно будет искать работу, будут какие-то другие дела. Если мне там, допустим, дадут направление, назначат операцию, да, то я не смогу дальше продолжать. Соответственно, я людей подведу. Парень, с которым я переписывалась, как он мне сказал, что в Воронеже не так много блогеров. Он меня вообще нашел по каналу, по моему бьюти-каналу, который у меня есть, второй канал, который я открыла. Кто не знал, подписывайтесь. Я там редко выпускаю ролики, потому что у меня просто нет пока сейчас времени. Я буду снимать ролики, и я уже это делаю. Просто нет возможности смонтировать это все. Себя обременять, знаете, распыляться и везде пытаться успеть, когда у тебя нет возможности на это сейчас. Ну, смысл. Смысл из жопы вон лезть. Тем более, они там собирались и платить мне уже. Я, конечно, пожалела потом. Думаю, блин, ну это был бы такой старт для меня неплохой. Все-таки с публикой работать. И потом, знаете, я так еще подумала, блин, ну чему я могу обучить кого-либо, если у меня у самой там как бы две тысячи. Я этому чуваку говорила об этом. У нас типа выхода нет, как бы если бы были какие-то другие блогеры в Воронеже, мы бы типа вот, ну, взяли кого-нибудь другого. А так мы вот нашли вас, типа вот и вам предлагаем. Ну, мне кажется, просто никто другой не согласился. Потому что это хрень какая-то. Это типа вот этих хайп-кэмп. Я вообще по поводу этого хайп-кэмпа, это просто жесть. Я хочу отдельный ролик снять с игрой такой, можно так сказать, актерской. Потому что, ну, это капец. Нельзя себя так вести. Нельзя. Взял.